добрый добрый день дамы и господа продолжаем наши финские прогулки финляндии много гранита ни для кого это не секрет но видели ли вы нечто подобное где-нибудь и когда-нибудь посмотрите целиком из гранита здесь в лесу сделано парковка точнее как сделано просто размечены места стоят дорожные знаки по периметру огромной гранитной плиты где-то видите такие углубления но естественно и понятно в них лужи и вот здесь все паркуют свои машины сотрудники музея музея который называется императорская изба лангенковский куда мы с вами сейчас отправимся как раз и эту самую избу посмотрим посмотрим пороги а вообще прогулка сегодняшняя будет посвящена городу котка который вы наверняка проезжали если ехали из хельсинки в сторону санкт-петербурга город порт с своеобразными достопримечательностями не самый будем откровенны туристический известный городок на пути из одной столицы в другую но сегодня мы погуляем именно здесь и посмотрим чем он может быть хорош в октябре 2022 года так вот начинать будем чуть на окраине города как раз начинать будем в лесу начинать будем в окружении этих чудных сосен начинать будем у порогов лангенковский пороги эти вот там вот шумят и туда мы с вами сейчас отправимся можно сказать в гости к императору александру третьему потому что именно он почти полтора века назад повелел выстроить здесь на порогах бурной речки кюмиёки деревянную избу где очень любил проводить летние месяцы вместе с супругой наслаждаясь тихой приятной прекрасной финской природы вот и мы с вами сейчас ею будем любоваться и друзья хочу вам сказать что если вам нравятся подобные прогулки вместе со мной то вы можете меня поддержать на сервисе бусти для всех тех кто смотрят мои видяшки из россии очень даже все легко и просто в описании к этому видео найдете ссылочку как и в закрепленном комментарии если же вы смотрите наши видео из-за рубежа то тогда вы можете стать спонсорами моего канала и все видяшки видеть первыми так вот добро пожаловать друзья сюда абсолютно милое место мне сюда нравится заезжать любое время года здорово что порог этот не замерзает даже зимой здесь классно летом ну и понятно все то что связано хоть как-то с русской историей за рубежом всегда для нас как мне кажется имеет какое-то отдельное особое значение это чудная кафешка которая называется догмара да понятно что в честь супруги принцессы догмары датрица марифедовна названа это собственно говоря бывший домик смотрителя вместе с интендантом присматривал смотритель за окрестностями там чуть в глубине будет небольшой их двор а вот эти аккуратные постройки через дорогу это сарай это каретник и небольшие подсобные помещения сегодня здесь конечно одно удовольствие посидеть выпить кофейку кафешка работает и кто бы что не говорил про то что финский кофе может быть не очень крепкий до португальские или итальянские традиции заваривать там крепкие ристретто это что-то совершенно особое но финны умеют кофе наслаждаться и чашечка горячего кахви с майто или керма то есть молочком или со сливками или булочку с корицей и потихонечку слушать 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 природу я думаю что вы уже слышите как пороги лангенкоски шумят друзья добро пожаловать в 60-х годах века 20-го вокруг этой самой императорской избы и самих порогов будет сделан национальный парк по которому сегодня конечно погулять одно удовольствие что мы с вами тоже сделаем том числе и вот видите тут занимаются спортом как раз финны гуляют по здешним красивым местам ну теперь пойдемте в гости к императорской чите нас тут заждались прямо на берегу этой самой речки киуми йоки вот так выглядит ее русло которое видимо только весной журчит видите да здесь такой голый камень а вот там как раз бурлят эти самые пороги так вот прямо на берегу этих порогов и стоит раз чудесный бревенчатый деревянный дом та самая императорская изба более того здесь на фотографии есть вся семья совершенно потрясающий кадр посмотрите операторский дом генкоски как раз восьмидесятых годах 19 века как-то приедет сюда наследник престола александр александрович в 1880 еще не будучи императором и понравится ему как раз здешняя природа и понятное дело что понравится здешняя рыбалка потом приедут они еще разок потом восемьдесят восьмом император выкажет желание выскажет желанием построить здесь дом чтобы можно было на следующий восемьдесят девятый год на лето приехать всей семьей это и было сделано и вот такой огромный дом будет выстроен это проект трех финских архитекторов дом строили финские плотники немаленький да как вы понимаете он с такой верандой на которую мы сами сейчас тоже попробуем выйти внутрь не пойдем но представляете чудо что за там сто тридцать лет до дома этот сохранился и сегодня является музеем первый этаж здесь был большой такой холл обеденный зал здесь был небольшой кабинет самого императора второй этаж и это спальни причем интересно что например перевезенная отсюда кровать императорской четы она вернулась сюда в тридцатых годах века двадцатого когда как раз из этой избы решили сделать музей он музей уже почти сто лет жили здесь совершенно знаете без каких-то имперских обычаев и традиций сам император например ходил на речку за водой сам колол дрова топор которому народу даже здесь сохранился мария федоров с удовольствием готовила и конечно первую очередь отдыхали от шума от суеты из столицы здесь на лоне финской природы и посмотрите как хороший этот порог посмотрите как он классно смотрится не самый бурный сегодня но тем не менее чуть пройдем сейчас по территории покажу вам как что здесь было устроено интересно что совсем неподалеку от избы чуть в глубине леса и немножко не на берегу стоит но если хотите самая старая постройка лангенкотске старейшая постройка на территории усадьбы это вот это светленькая часовня часовня которая лет на восемьдесят постарше будет самой избы и она будет построена монахами валаамского монастыря еще в конце 18 века они получили право на лов лосося на порогах кимиёки и вот решили такую небольшую часовинку здесь возвести у нас сначала было открыто и а вот такие стеклянные окна они появились уже позже сегодня православный приход города котки вот он здесь устраивает иногда службы вот она аккуратненько сейчас так попробуем даже заглянуть постройка еще конца повторюсь 18 века но понятное дело такая чуть обновленная если выйти чуть ближе к самим порогом то мы сами здесь можем рассмотреть еще один интересный домик вот посмотрите вроде бы такого же цвета как и императорская изба правда домик рыбаков император его приказал построить через пару лет после строительства своей такой летней резиденции для трех рыбаков и весной вот начале рыболовного сезона они сюда приезжали из россии а уже осенью возвращались домой он такой вот аккуратненький рыбацкий домик ну и здесь еще сохранилась такая донная ее называют тонь это такой бревенчатый сруб которому крепили образное устройство для ловли короче говоря чтобы не вдаваться подробности но вот тоже так чуть-чуть увидите разрушена тем не менее смотрится смотрится тоже по-своему неплохо ну и вот там чуть глубине стоит рыбак как раз все как полагается речку кумийоки считаю чуть ли не лучшим местом на территории южной финляндии где ловят лосось понятно что всякие рыбацкие байки уж пересказывать с вашего позволения не буду но говорят что 19 веке самый большой лосось который был здесь выловлен был 35 килограмм хотите верьте хотите проверьте его чучело находится как раз там в музее сегодня понятно таких размеров нет но на лов лосося сюда съезжаются конечно лучшие специалисты причем в финляндии где рыбалка ну вы знаете платная да и по лицензии тем не менее вот тут можно на нахлост ловить очень необычная техника то есть нет у вас не грузила не поплавка на такой толстой леске привязана лишь наживка и все вот так то есть такое уже не на на мушку на нахлост как хотите в любое время года здесь очень красиво понятно что на бегущую воду да можно смотреть вечно но вот так оно и есть пороги перекаты и вон там в глубине автомобильный мостик который ведет уже в современную плотку не представляете вот да с видом на всю эту красоту вот здесь мог отдыхать все лето император но повторюсь вот это на рыбацкий домик чуть поскромнее а вот она еще разок та самая изба а интерьер тоже был достаточно прост и в основном финского производства дровяная плита была большой камин столовая серебро все как полагается все-таки хоть и в простоте но тем не менее императорская чита здесь отдыхала александр третьего называют царем миротворцем да не было при нем развязано ни одной мировой войны но те проблемы которые накопил он за 13-е управление они потом выльется уже в годы правления сына николая но как-то здесь знаете о мировой истории или о политике совершенно точно не думается здесь хочется вот сесть на эту скамеечку никуда не спешите не торопиться отключить телефон и просто бесконечно любоваться тем как с финского гранита стекая та самая речка кюмийоки несет свои воды интересно кстати что император сюда прибывал водой понятно что современного шоссе по которому сегодня мы едем из петербурга в хельсинки не было поэтому прибывали пароходами и кстати еще с императором здесь связан один мемориальный камень где он любил сиживать и опять же рыбачить весь мир может подождать пока русский император наловит себе лосося правда поэтому и мы сами сейчас отправимся этот камушек посмотреть и так вот порог остается немножечко позади в глубине здесь за деревьями тоже так просвечивает проглядывает та самая императорская изба и если территорию усадьбы покинуть и повернуть направо то вот такая милая лесная тропинка зовет вас чуть прогуляться сделав два шага вы будете видеть рыбопитомник постройка чуть помоложе начало века двадцатого 1912 году здесь выпустили только представьте в воды речки кюмийоки 50 тысяч особей лосося 50 тысяч сига сиг королевская рыба совершенно вкуснейшая кто узнает те ценят но потом из-за расстроительства гэс какое-то время рыбопитомник не работал 50 вроде как восстановили сегодня даже не знаю но постройка все равно историческое любопытное а дальше начинаются вот эти грунные гранитные валуны ну которые совершенно точно это не выражение образное знаете они помнят императора друзья это так здесь прогуливался александр александрович здесь он рыбачил как раз когда избу устроили в 1888 вот как говорят вот этот камушек облюбовал для того чтобы жереха ловить сегодня здесь проходит современный автомобильный мост который в сторону кодки ведет а вот когда-то император на камушке сидел и рыбку удил более того уж не знаю вот эти металлические штыри сохранились ли с тех самых пор но есть легенда что император собственноручно соорудил деревянную лесенку чтобы проще было на камень забираться отсюда рыбачить вот рыбаки согласитесь мне кажется место действительно очень неплохое для хорошего улова такая тихая заводь да после бурного течения порога ну и кроме этого камушка еще один здесь в лангенкоски называется императорским на к нему сейчас отправить спустя два года после смерти императора в ноябре 96 года местные жители неподалеку от его любимого порога лангенкоски соорудили вот такой памятник царю посмотрите ну мой финский отвратительные но так можно перевести что царь миротворец александр третий наслаждался здесь покоем уютом в окружении верного народа вот как раз 88 по 94 и вот жители кюме и котки как раз вот эту вот доску соорудили видны повреждения это следы уже новейшей истории 17 18 года тех лет когда финляндия получала независимость тех лет когда была гражданская война плиту пытались демонтировать вот увидите что нижние заклепки здесь повреждены но даже не стали восстанавливать их целостность да тоже вот некая память об истории том числе и собственной страны и здесь же неподалеку находится причал мы сами сказали что император с семьей из санкт-петербурга добирался водой морем да и конечно добирался сначала до котки где царская яхта называлась царевна причаливала в царскую гавань и потом уже на яхточке поменьше и на лодочке отправлялись вот сюда причал тут понятно восстановлен он такой новенький свеженький когда сюда шутовалась лодочка императора красный ковер лежал вот на этом помосте легко себе представить ну а вот там чуть в глубине уже современная кодка и мы с вами сейчас хоть и нет у нас царской яхты тем не менее перенесемся на улице и немножко погуляем по самому городу кодка относится к числу тех городов суть которых можно определить одним словом кодка это в первую очередь город-порт конечно поэтому вас при въезде встречают портовые краны то тут то там железная дорога в том числе и вот такой роскошный паровозик маленький миленький видите вот здесь но это уже понятно музейный экспонат и начинать знакомство с городом мы с вами будем понятно отдав ему кусочек своего сердца до кодка лав вы видите как раз портовых окраин прямо сейчас пройдем как раз вот под этим вот портовым краном который уже опять же является музейным экспонатом большого морского центра веломо вы его уже видите впереди да 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 это он очень необычный по конструкции с каким-то длиннющим пандусом музей который будет открыт в 2008 году сразу через дорогу строится видите велому арена новый такой киноконцерт выставочный зал пока еще стройка не завершена но то тут то там здесь на берегу разбросаны экспонаты музея корабли вот это явно пожарный катер да а вот это что за штука такая сказать вам не могу если в комментариях напишите друзья что это за серая штуковина такая буду вам бесконечно благодарен история россии история финляндии переплетается частенько город кодка тому как раз подтверждение еще в первой половине 18 века именно здесь по речке куми йоки на берегу которой мы сами только что любовались порогами проходила граница между шведским королевством на государственности у финляндии тогда не было и российской империи а потом как раз между коткой и островом что находится в заливе здесь неподалеку в конце 80-х случились два важных сражений русско-шведской войны это уже было при екатерине именно екатерина 2 в начале 90-х годов 18 века котку наделяет таким важным статусом пограничного порта вот с тех самых пор как раз кодка это порт в первую очередь порт поэтому портовых сооружений здесь хватает железная дорога которая тянется из всей финляндии как раз сюда на берег понятно заканчивается разными погрузочные разгрузочными делами понятно что то тут то там иногда слышны такие портовые звуки швартуются корабли сухогрузы контейнеровозы ну и естественно где как не здесь должен был открыться вот этот центр по пандусу которого мы с вами поднимаемся друзья вот он велому вообще интересное место понятно что ради экспозиции стоит как-то наверно отдельно приехать в финляндию ездить и уютный ресторанчик называется лаконки магазин сувениров здесь проходят и выставки под открытым небом а есть и несколько кораблей которые стоят вот так круглый год вот вот увидите про этот телька на ничего сказать не могу ну корабль корабль какая-то такая береговая охрана вроде а вот тот красненький кеми вот он любопытный друзья это плавучий маяк если помните мы с вами гуляли по набережной у музей мирового океана в калининграде и вот там видели плавучий маяк да вот этот один из тоже немногих сохранившихся в европе понятно что сегодня может быть как-то не очень здесь оживленно что ли или весело когда этот музей строился то туристический поток был в финляндию в том числе стороны российской федерации огромен и мы частенько проезжая из хельсинга и санкт-петербург как раз котки останавливались погулять подышать музей заглянуть нельзя сказать что финны прямо сами каждый день музей ходят поэтому видите тут как-то пока никого тучи огромные на город надвигаются мы успеем успеем немножко погулять еще и до дождя еще хочу вам показать одно музейное судно вот здесь видите такой черно-коричневый музей ледокол называется он тармо он будет построен в 1907 году в англии и является чуть ли не старейшим ледоколом в мире который сегодня можно увидеть на борту можно оказаться он тоже как раз часть вот эти вот музейной коллекции мы отсюда уже с высоты веламо как раз виден порт современный вот они корабли и контейнеровозы там чуть в глубине наверное не так все живописно и не так интересно поэтому мы здесь начали вернемся обратно немножко погуляем по городу гулять по улице любого финского города удовольствие ходка в этом плане не исключение все просто все понятно такая параллельно перпендикулярная сетка улиц что называется регулярная планировка много гранита гранита много даже в городе вот заметьте как раз да соколь зданий частенько выложен гранитом много такой современной функциональной архитектуры может быть как-то для ценителей да ничего особо из себя и не представляющие машинки стоят аккуратненько в рядочек никто не паркуется на тротуаре все здорово все просто все понятно хватает том числе и деревянные застройки то тут то там что в кодке что в хамени что в порву конечно можно найти вторые верхние этажи зданий все еще выполнены из дерева и частенько таким домам но может быть и около века смотрите какая чудная улица которая еще и булыжником выложена более того вас не должны удивлять какие-то странные скульптуры фигуры которые вы видите на улицах финских городов финны большие любители такой вот современной скульптуры на улицах я не знаю чья это рука кому принадлежит и что памятник означает но так по-своему необычно смотрится мы сюда с вами пришли для того чтобы увидеть крайне необычный памятник сейчас сразу точнее нет памятник обычный может быть необычно увидеть его финском городе хотя как знать посмотрите там даже вот два человека подошли как раз может быть сфотографировать может быть там выяснить в каком он состоянии не нужна ли реставрация памятнику ленина друзья да это именно что ильич надо сказать что отношение у финнов к ленину но скорее положительное скажем так больше века назад в семнадцатом году после двух революции в россии в конце года в декабре финляндия получает независимость и в том числе как говорят благодаря ильичу который либо не мог либо не хотел держать финляндию что называется отпустил ее на волю из тех самых пор ленин это выдающийся политический деятель 20 века для финнов более того даже в городе тампере может быть даже доберусь кстати и вам его покажу есть ныне действующий музей ильича вот так ну и мы с вами отлично знаем что именно финляндии скрывался ильич до того как на финляндский же вокзал до приедет его поезд петроград вот так живые цветы уверенная бронзовая надпись и вот такой памятник конца 70-х годов двадцатого века понятно что этим достопримечательностей котки не ограничиваются поэтому идем дальше ближе к центру города уже появляется какое-никакое оживление все-таки сегодня рабочий день поэтому здесь и люди автобусы машины какое-то движение на улицах ну и конечно если вы окажетесь центре котки то вы не сможете не заметить друзья главную церковь города церковь котки краснокирпичный огромный храм которую мы с вами сейчас как раз и подойдем посмотреть очень красиво смотрится он опять же между уже желтеющими ветками и клёнов и дубов церковь красного кирпича такой неоготический стиль постройка самого конца века 19 это джозеф даниэль стенбек внутри там и витражи и такие окна розетки и резьба по дереву довольно большой орган который появится на свет уже в двадцатом веке мечает почти полторы тысячи человек что как вы понимаете для небольшого города котки и для не самой религиозной стороны какой сегодня является финляндия более чем достаточно здесь стен храма кладбище здесь покоятся те кто сражались и советская финскую войну 39 40-го после той войны вы прекрасно знаете финляндия в годы второй мировой выступала на стороне фашистской германии чтенько здесь сорок четвертый последняя цифра подбище немаленькая а еще меня знаете потрясла вот такая штука здесь есть кран где можно набрать воды и вот такие ну понимаете да это стаканчики если вы цветы принесли то вот втыкаете в землю наливаете водички и ставите цветы у той могилы который для вас является родной непростая страница истории та самая незнаменитая война 39 40-го по-разному к ней относятся и в россии и финляндии но памятников погибшим той войне финляндии сегодня хватает идем дальше любоваться самой церковью красный кирпич повторюсь него готика очень много вообще всего в финляндии такого нео и вот как раз на рубеже 19 20 веков псевдоготический стиль будет очень популярен стране хотя уже в начале 20 будет развиваться и конечно национальный романтизм они неплохо друг с другом сочетаются кстати говоря финских городах но здесь стенды конечно молодец что сказать все такие классические готические приемы он здесь применяет смотрите какое огромное окно окно роза и вот такие контур форсы ярко выделяют опять же плоскость стены вот такие сливы с крышей эти такие как водосточные сливы специальный башенка высоченная огромная здесь у подножия храма можно найти могилу то его пекканина довольно известного жителя котки писателя литератора тут же рядом посмотрите тот самый национальный модерн да о котором мы говорили такой финский романтизм здание лицея там чуть в глубине и еще деревянная архитектура причем здорово всегда подобные деревянные домики смотрятся когда улица мощеные слышите потому как машина еду да так тут 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 это здание библиотеки по моему финны довольно читающий народ и библиотеки такие центры где можно и в интернет выйти и кофе вкусно попить ну и понятное дело почитать это тоже три таких гранитных штуки посвященных пекканина и вот он сейчас будет как раз главный вход в церковь котки смотрите вот так с этой стороны вроде бы и солнышко какое-то даже начинается хорошо здорово очень надеюсь на то что мы сами сегодня по городу погуляем хорошую погоду кстати нравится можно поставить уже друзья чтобы не дай боже не забыть ну а когда друзья вы просто пойдете гулять по котке то рано или поздно ноги сами выведут вас на центральную улицу кеску скату мы сами тоже прямо сейчас по ней чуть прогуляемся более того ее называют чуть ли не самым большим променадом современной скульптуры финляндии даже так потому что вот эти оставленные здесь кем-то каменные чемоданы друзья не что иное как произведение искусства да вот такая история кеску скату то есть переводится как центральная улица это как раз бывшая лехмус бульарди то есть посмотрите липовая аллея вообще самым старым липом которые здесь растут ну уже почти два столетия вот так действительно это одна из центральных прогулочных зон в котке особенно осенью красок много посмотрите как все это симпатично выглядит здесь можно и от солнца укрыться летом и от дождя осенью весной и собрать отличную коллекцию вот такой современный скульптуры умоляю вас не спрашивайте у меня как это называется кто автор этой работы что это означает так далее так далее но вот какое-то такое облако из стали вот здесь стоит между двумя липами есть здесь и интересная архитектура вот это здание постройки начала века двадцатого концерт титало с такой аккуратненько усеченной квадратной башней такой национальный финский краснокирпичный романтизм здание известно тем что в том же самом 1907 здесь выступал ленин опять-таки не случайно в котке мы сами нашли памятник ильичу и здесь он как раз на слете партии социал-демократов чего-то там вещам мемориальная доска даже вот там чуть глубине и на финском и на русском языках идем чуть дальше здорово что так чуть добавляют красок современные фотографы в котке вот видите такие фото обои здесь просто на трансформаторной будке а вот там чуть в глубине граффити на такой глухой стене что ли на брандмаури тоже симпатично а как вам вот такие например зубчатые шары по моему называется работа сцепление да вот согласитесь очень даже подходящее название вот такая штуковина даже листики здесь как-то лежат ну так что называется тему кеску скаланту центральная большая длинная улица в городе здесь и гулять удовольствие можно и по магазинам пройтись вот тут первые даже как раз ресторанчики кафе магазины и это как раз очень даже финская традиция любят финны особенно когда погода хорошая то есть не часто прогуляться поэтому так много подобных булеварди да вот подобных эспланад подобных аллей по которым гулять конечно одно удовольствие нельзя сказать что в котке уж какие-то особые ветра дуют но тем не менее именно здесь посмотрите вот такая работа прямо на углу маленький мальчик последний момент схватился за улетающий воздушный шарик вот так унесенный ветром называется вот посмотрите можно мимо пройти и не заметить правда поэтому полюбуйтесь а еще здесь же на аллее вот такой вот есть бронзовый дядька с такой плоскостью вместо лица смотрящий на солнце называется ну вот вот так вот тут посмотрите прямо на углу на здании то есть какой-то вроде бы бетонный надолб да на самом деле работа которая называется воскресенье или возрождение вот что-то в этом роде но так друзья необычно нетривиально требует может быть каких-то пояснений что ли подобные вещи но смотрится достаточно свежо и как вы видите променад довольно длинный поэтому можно здесь собрать хорошую коллекцию современного финского искусства а вот тут и не очень понятно вроде бы ларечек где пиццу делают и сразу напротив вот такие гранитные штуки гвоздики и вот начинаешь задумываться что это такое произведение современного искусства или все-таки просто это столики чтобы можно было с комфортом проживать свой кусочек пиццы или бургер да ну вот вот такая история а так в основном киас кускату это вот тот финский функционализм до который я думаю что во многих финских городах вы отлично видели вам хорошо знаком то что вы в котке напоминает всегда вот эта скульптура современная скульптура которая встречает вас на улице города вот такие вот кошки этим бронзовая и золотая одновременно симпатично ну а кроме липового бульвара липовой аллеи улицы кес кускату здесь друзья можно полюбопытствовать и раз чудесным парком я на сибелиус и куда мы сами сейчас отправимся кстати имеете ввиду что парковка которая тут вот так вот выглядит очень гостеприимно она платная два с половиной евро в час при входе в парк вас встречает на месте бывшего колодца такая колонка действительно я видел как местные набирают воду то есть она чистая хорошая настоящая и очень удобно делал настройка как раз в бутылочку можно попасть ну и конечно сам парк сибелиуса друзья который мы с сейчас пойдем ему где-то 50-х это имя дали честь понятное дело финского классика смотрите как интересно все здесь устроено парк небольшой просто обыкновенная городская площадь для того что можно посидеть на лавочке в окружении цветов вот этот клён например да вот он высажен в таком большом горшке смотрится по-своему интересно изумрудный чудесный газон конечно куда же без него розы самом центре орлы естественно слова котка это орел по-фински поэтому вот они котка местные орлы как немного желающих в этом октябре посидеть на скамеечке все-таки прохладно хотя вот солнышко вышло и уже как-то повеселее с утра было прямо холодно даже в шапке был сейчас уже хочется раздеваться наверное врансу 12 и отлично и здорово кто только что сказал что финляндии хорошая погода бывает редкая нет сегодня нам с вами повезло кроме чудной растительности которая в парке сибелиуса радует вас практически круглый год здесь есть еще и интересный такой отрезок мощеный мостовой бывшего города рочен сальм сами сказали да что на месте нынешней котки еще в 18 веке будет русская крепость который потеряет свое значение после присоединения финляндии к российской империи а потом и вообще разрушена будет во время крымской войны англо-французской эскадрой так вот когда в конце века 20 парк реконструировали то обнаружили вот эту мощную булыжником мостовую решили ее оставить для потомков как память как историю а 18 19 веках вот тут когда-то была улица города рочен сальм города который на месте котки был когда а сегодня здесь отличный парк где так здорово желтеют клены где как помните в клипе у ддт что такое осень да одно удовольствие вот так вот идти ими шуршать где очень мило здорово классно вот наша церковь котка в глубине в центре экрана там и так далеко мы от нее с вами и отошли по большому счету на весь центр котки вам ну понадобится наверное минут сорок на все про все но мы с вами посмотрели только основные вещи и еще не были в районе парка сапок поэтому туда сейчас отправимся настоящий симбиоз ансамбль из гранита воды и интересных посадок уверен вам понравится а здесь парк сибелиуса последнее на что хочу обратить внимание это вот такой вот милый памятник я признаться не знаю не автора работы не историю что это за песик такой чем тут делает но очень мило так склонив голову ждешь чтобы его погладили мы с вами памятники вроде как не гладим и не трем да поэтому не будем поэтому прощаемся с парком сибелиуса и идем дальше неподалеку от парка сибелиуса есть еще один парк котки которые точно нельзя обойти стороной и сопу что называется он очередной пример того как на голых скалах на граните на камнях тем не менее садовники которые любят свой город посмотрите высаживают вот такие декоративные лиственные которые даже в октябре радуют глаз добавляют каких-то красок здесь белки прыгают как раз вот по этому газону между этими соснами правда сейчас дождик какой-то начинается поэтому белки всех спрятались и парк классный конечно совершенно идеальный для прогулки ну и нам с вами парк важный посмотрите друзья доминанта парка и собственно говоря одно из самых старых строений города это церковь церковь православная церковь святого николая мы сами сказали про бомбардировку середины девятнадцатого века крепости рот чен сальм англо-французской эскадры так вот тогда города по большому то счету не стало и единственное здание кроме парочки там пороховых складов которые сохранилась с еще конца восемнадцатого начала девятнадцатого века это вот этот храм друзья церковь святого николая чудотворца православный храм таком классическом стиле выстроен проект якова перрина он будет кстати говоря в том числе одним из авторов петербургского адмиралтейства единственная постройка сохранившиеся после крымской войны очень интересный такой ампир строгий ампир рубежа 18 19 веков и если зайти вот так за алтарную часть вот туда где такой портик с колоннами как раз находится то вы будете видеть небольшое старое кладбище куда я вас сейчас как раз и приглашу друзья дело в том что тот самый рот чен сальм то есть русский город восемнадцатого века он был свидетелем довольно серьезных двух битв пролив ротин сальми который собственно говоря отделяет город котку от острова куцалу стал ареной для двух морских сражений как раз во время русско-шведской это вот конец восьмидесятых 88 89 90 годы 18 века его том числе тогда одна битва закончилась с перевесом в сторону русского флота вторая в сторону шведского и погибнет фрегат николай вот несколько этих надгробных памятников они восемнадцатого столетия здесь встречаются в том числе надписи на русском вот тут посмотрите муровьев что ли да с ядем вот так а вот это памятник как раз погибшим с того самого фрегата уже понятно все заросло сколько времени прошло но попробуем рассмотреть тем не менее да слово фрегат читается николай погибли в бую 97 1790 вот так а дальше уже как-то и не очень не очень видно вот хоть и такое заросшее хоть и очень старая но тем не менее такое клубич которые поддерживают в порядке вот они русские могилы на финской земле ну и пора наконец и нам с вами увидеть этот пролив правда и пора уже наконец в городе который является городом портом выйти берегу моря идем ну что же вот мы и выбрались выбрались на морской простор все-таки город морской город порт поэтому надо полюбоваться и водой конечно посмотрите здесь финны большие молодцы специально придумали вот такие сиденья чтобы можно было сюда прийти как раз любоваться вот этими видами остается своим лесом мачт город котка вот там чуть в глубине новостройки и промышленные трубы видите как там дымят вовсю а вот в центре экрана вашего там что-то такое светленькое желтенькое да это вообще лесопилка которая основана будет еще второй половине века 19 потом сюда в котку переберутся норвежские специалисты том числе и семьями и здесь будут работать и кроме того что это экономически было очень выгодно для города так еще норвежцы научили финнов тогда новому виду спорта прыжкам на лыжах с трамплином вот такая история и скорее всего первые соревнования финляндии по этому новомодному виду спорта пройдут именно здесь вот на этом чудном острове острове кусенин куда мы сами сейчас идем и вот эти вот огромные гранитные скалы на кусенине они были как раз вот теми трамплинами с которых съезжали первые отважные прыгуны сегодня здесь видите швартуется такая рыболовецкая флотилия в центре экрана вашего друзья зеленые сетки такие такие мережи знаете которыми они рыбу ловят тут кофейку можно и спить там вон паромчик желтый стоит пришвартован на острове кусенин в том числе были лоцманские службы всегда ну понятно что сегодня там все эти башни они уже не очень-то используются по назначению в основном так целенаправленно все лоцманские указания они идут из хельсинки но тем не менее остров важные друзья важный еще и опять же такой найти русской военной военно-морской памяти сейчас мы с вами об этом скажем пока любуйтесь красотами чудесными видами лодочками моторками которых здесь хватает заливе и вот мы с вами прошли видите по мосту и как раз оказались на острове если вы владеете финским то вам особое удовольствие принесет эта дорога потому что вдоль стоят вот такие вот отполированные гранитные камни со стихотворениями юхи вайна их тут наверное штук 20 можно вот так вот идти их читать а здесь заканчивается дорога просто небольшой парковочкой чуть если пройти насквозь то можно оказаться и на пляже симпатичным такое место популярное у финнов для пикников но мы с вами подойдем не столько пляжу сколько к памятнику и вот вы уже видите бронзовую фигуру которая к нам спиной вот туда мы как раз идем так вот ротчин сальмский пролив друзья которые откодки здесь в двух шагах был свидетелем двух морских сражений русско-шведской войны 89 90 годов 18 века второе 90 считается самым крупным сражением на балтике тех лет только представьте со стороны шведов было 170 кораблей плюс-минус причем и больших и маленьких со стороны русского флота по моему 160 что такое ну то есть больше 300 на двоих при этом победу одержали шведы они потеряли 6 кораблей а русские 76 или 74 что-то такое это были попытки густава третьего отвоевать все-таки юго-восток финляндии но тем не менее заключенный тогда мирный договор границы не пересмотрел густав третий и екатерина вторая если помните они были дальними родственниками и даже так переписывались там по вопросам театра и тот и другая считали себя просвещенными театрал а память о тех сражениях здесь сегодня это вот эта бронзовая фигура посмотрите очень здорово что и по-фински и по-шведски и по-русски написано здесь что эта память о русских моряках работа михаила никушина 1998 года вот так с двумя траурными витками женская фигура стоит здесь прямо на берегу пролива как-то заволновалась море зашумело сейчас попробую чуть спуститься не свалюсь нет друзья ой скользко хочу показать вам просто памятник так вот чуть с воды как его видят яхтсмены которые здесь ходят под парусом вот так и вот он пролив и вот они эти камни и вот она котка с воды а вот тот лес парусных мачт это как раз небольшая гавань и парк сапока куда мы отправимся с вами прямо сейчас люблю афинскую рекламу всегда в точку всегда стильно всегда здорово посмотрите какой плакат целом не гитва и плакат это как раз на сразу напротив моритариума если веламо где мы сами тоже были это все-таки главный морской музей котки то моритариум это главный аквариум если хоть не океанариум да вот именно аквариум где местные виды рыб как раз представлены само здание очень любопытно напоминает нос корабля который смотрит в сторону залива вот такая лодочка есть милая которая всегда в цвету вот всегда друзья круглогодично абсолютно ну и там какой-то фонтанчик который работает летом небольшое кафе все как полагается есть для речка кумийоки в миниатюре чтобы вы увидели что такое пороги есть местные озера есть огло огромный там на несколько метров 10 на глубиной аквариум который имитирует балтийское море и прочее 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 сменяют там друг друга времена года нерест и мы и так далее да пару часов точно можно провести чтобы как следует познакомиться с водным миром страны ну а мы с вами сейчас познакомимся вот с этим чудным причалом тут очень симпатичная кафешка где можно съесть вкусное мороженое кстати говоря финляндии мороженое отличное очень вкусное выпить кофе естественно это спуск как раз для катеров и яхт понятно что сейчас уже так немножко не сезон поэтому туристические видите катерочки стоят таки не очень веселые но все равно найдем мы чем здесь заняться посмотрите не правда ли на синий сапог похож этот залив да так и есть водный парк сапог к нас с вами ждет и мы в заключении нашего путешествия по кодке пойдем именно туда но с недавних пор меня бесконечно вдохновляет вообще все то что связано с водой морем парусом яхты поэтому не могу просто так пройти мимо полюбуйтесь посмотрите друзья подышите мне не передать вам как здорово здесь пахнет как свежо как классно и любой конечно город порт и любой город у которого есть выход к морю это всегда вот это вот романтика катерочков яхт лодочек причем заметьте тут каких-то роскошных красавиц белоснежных там в 25 метров длиной и не найдешь что маленькие простенькие рыбацкие прогулочные катера которые здесь пришвартованы на которых пускай хоть и в короткое лето но тем не менее успевают финны попутешествовать здесь по своему заливу по своим островам ну а сам парк вот он буквально в двух шагах смотрите сейчас перейдем через мостик и посмотрим чего же там такого интересного есть этот залив залив сапока он как раз врезается из моря вот в наш остров остров к концаари и образует такую бухту самом центре города причем интересно что век назад по инициативе все тех же норвежских жителей на склоне холма покин мяки это там где водопад сейчас будет за мосточком чуть левее я вам его покажу будет построен трамплин один из первых финляндии трамплинов как раз для того чтобы можно было заниматься вот этим новомодным тогда больше века назад видом спорта на прыжками на лыжах с трамплин остатки железобетонные этого трамплина там даже сохранились и соревнования здесь проводили где-то до середины века двадцатого потом откровенно территорию ну так забросили трамплин демонтировали просто залив и все причем как вы понимаете он такой тупиковый вот тут он если хотите такое голенище сапога да вот туда он так вот разбегается чуть более широкой частью и все и закачивается и только во второй половине века двадцатого когда начинает расти такое экологическое самосознание что ли финнов были проведены совершенно титанические работы по очистке залива по благоустройству территории местный садовник города кот как раз взялся руководить работами и получилось конечно блестяще что сказать получилось очень здорово парк сегодня является идеальным местом для прогулки в любое время года в любое время суток очень здорово подсвечен такая симфония видите из камня воды и зелени вот такая балтийская нерпа там свое видите головку высовывает из воды дождик 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 пошел но ничего мы идем и собственно понятно что сейчас то осень у нас на календаре но весной друзья весной здесь зацветают тысячи тюльпанов крокусов нарциссов потом летом азалии потом альпийские розы потом какие-нибудь там радодендроны и так далее так далее так далее круглый год парк чем-то хорош и вот даже в октябре посмотрите какие краски очень надеюсь что этими красками я сейчас вас чуть удивлю вот сюда два шага смотрите вот 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 и идем теперь в сторону водопада интересно что очень так мастерски спланирована территория парка такая гармония здесь и растений цветов и камня специалисты по экологическому строительству и иллюминации несколько раз парк сапока награждали двадцатом веке за лучшую иллюминацию за лучшие конструкции из камня как лучший объект экологического строительства и так далее и так далее и конечно счастье когда у тебя в городе есть вот подобный парк и здесь довольно много горожане гуляют много проводят времени просто можно знаете вот так наматывать круги занимаясь скандинавской ходьбой как раз по берегам нужно выгуливать тут детей или собак у кого чего есть можно просто посидеть на скамеечке и послушать например шум водопада друзья вот он вот именно здесь когда-то был трамплин а вот сейчас здесь вода спускается вот так красиво и здорово ай какая гармония ай как классно правда ай да пины ай да молодцы ну что сказать наверно в кодке это мое любимое место очень надеюсь что вам здесь тоже здорово оглянитесь немножко оглянитесь вот так я вместе с вами зеленые и желтые красные до краски уже осень вступает свои права вода идеально найденный белый цвет как раз перил вот этого мостика минимализм да ничего лишнего но так здорово вот такой тоже тут детеныш тюление бронзовый и вода 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 смотреть на воду тем более вот так красиво бегущую говорят можно вечно вечно вечности у меня для вас нет но вот эти несколько минут что мы с вами вместе гуляли по кодке надеюсь вы провели в хорошей компании с вас нравится друзья и подписка на мой канал до новых встреч то есть а да